МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовятся к долгожданному переезду. Сегодня более 250 нижнекамских семей получат ключи от новых квартир. Прогулка по двору стала опасной. На Вахитово 13 собаки покусали детей. Исторические и интересные места на одной карте. В городе объявлен конкурс на лучший туристический маршрут. Праздник живота для гурманов и не только. Когда в городе пройдет фестиваль уличной еды? Три месяца от роду, а уже серьезная болезнь. Маленькому мусе из Казани требуется ваша помощь. Вгрызлись зубами за победу. Нижнекамский нефтехимик одолел адмирал и занял первую строчку в конференции. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Два брата с разницей в несколько часов пострадали от бродячих собак. На Вахитово 13 бегает стая, которая держит в страхе весь район. Отец покусанных мальчишек сейчас переживает не только за здоровье своих детей, но и за всю местную детвору. Репортаж Анастасии Поповой. На этом диване все, кто сегодня пострадал от нападения бродячих псов. Братья Данил, Миша и маленькая Майя – нечаянная виновница нападения. У собаки течка и местные ухажеры стаями вьются возле нее. История началась утром. Младший брат пошел погулять с собакой. Возвращаясь, увидел свору. Она тут же окружила ребенка и зажала его в углу дома. Отбиваться пришлось купленным молоком. Возвращаясь домой через задний ход, меня собаки в углу зажали. Лаяли, лаяли. Потом пришел брат у меня. Отогнал их всех. Быстренько забежали в дом и поднялись. А через несколько часов брат мальчика Данил оказался в подобной же ситуации. Но только для него все закончилось не так хорошо. Несколько собак сбили мальчика с ног и принялись кусать. Собаки хоть и были агрессивные, но маленькие. Кожу не прокусили. А вот испугали Данила изрядно. У мальчика до сих пор трясутся руки. Они меня укусили, я упал. Они начали меня кусать. Потом какой-то дяденька этот помог мне встать и я пошел домой. Вот ребенок в таком виде пришел с улицы, с собакой погулял. Поваляли как следует, видимо. Отец Миша и Даниила сразу же обратился в управляющую компанию. Написал заявление. Там сказали, что заявку отправят, но результатов не ждите. Помочь ничем не смогут. Следующий его шаг – звонок в военную службу 072. В службе, занимающейся отломом собак, нас заверили. Проблему решат в самое ближайшее время. Если и вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо звонить по номеру 072. Если собаки действительно бродячие, то их ждет усыпление. Эта процедура абсолютно безболезненная. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР. Курение в общественных местах запрещено уже давно. И многие эти правила соблюдают. Но вот следующее видео может удивить любого заядлого курильщика. Прямо возле парка «Семья». Детям, которым, ну, на вид лет 13, ходят с заправленным кальяном и вдыхают его дым прямо на остановке. Никого при этом не стесняясь. Только когда их начали снимать на телефон, они, видимо, поняли, что внимание к ним приковано не случайно. Ребята, что, кальян курить, что ли? Нормально, думаешь? Да. Ну да. С чем кальян, ты хоть скажи? Ага. А? Если мама увидит. Пошли к сону. Нам тут не это сразу. Лица детей мы, конечно же, закрыли. Но мы надеемся, что родители их все-таки узнают по одежде и приведут, ну, как минимум, воспитательную лекцию о том, что курить вредно, а рассказывать с кальяном по улице, в принципе, нельзя. Такое долгожданное и большое новоселье состоялось. Более 250 семей сегодня получили заветные ключи от квартир. Сразу две многоэтажки на Атабеево-1 и студенческой-30 пополнились новыми жителями. Своей радостью от заселения люди поделились с Региной Сулеймановой. Ваша задача направить вашу семейную работу по правильному курсу, чтобы всегда был стиль, чтобы на руле стоял правильный педан. Поздравление с новосельем семья Мавлютовых получает с самого утра. Сегодня у них начинается новая жизнь в своей собственной квартире. Полгода назад молодая пара встала на получение квартиры по республиканской программе соципотеки. И вот этот день настал. Хозяева уже обдумали, как обустроить каждый уголок. Это будет наша комната. Здесь хотим поставить кровать. Естественно, тут телевизор, чтобы смотреть вечерами с ее мужем. Им поначалу не верилось, в этой квартире уместились бы три предыдущие. 85 квадратных метров теперь принадлежат двум молодоженам. Широкий коридор, две светлые спальни, большой зал. А хозяйка совсем скоро будет творить кулинарные шедевры в просторной кухне. Это тот момент, когда счастью нет предела. Я очень рад, наконец мы переехали. Давно ждали это новоселье. Квартира очень большая, шикарная. Даже можно сказать, что все замечательно. Спасибо предприятию, что предоставили такую большую квартиру. Несмотря на то, что район совершенно новый, он будет считаться одним из самых обустроенных. Нижнекамск нефтехим к своему полувековому юбилею подготовили для новоселов большой сюрприз. К этому празднику хотелось бы отметить, что руководство республики не оставляет нас без внимания. И наряду с различными социальными объектами принято решение и указом президента республики Татарстан в этом микрорайоне будет строиться новая школа и детский сад. Чтобы вам было приятно не только жить, но и было где детям проводить время, когда вы на работе. Это поистине большое новоселье. Заселение произошло и на студенческой 30. Так в общей сложности обладателями заветных ключей стали около 260 нижнекамских семей. В основном это работники промышленных предприятий, которые получили жилье по программе социальной ипотеки. Семья Потаповых одна из счастливых обладателей заветного ключика. Четыре года ожиданий и вот они в новой квартире. Эмоции зашкаливают. Я просто в восторге слов нет. Просто море позитива. Просто я не знаю, за все руки охота взяться, что-то сделать здесь. Но пока я только в шоке и нахожусь. Ключи получены. Скоро новоселам предстоят приятные хлопоты по обустройству домашнего очага. Регина Сулейманова, Ренат Харасов. Новости НТР. Нижнекамские археологи ищут памятник речникам, которые погибли во время боя в 1918 году. Это стало известно, когда наш корреспондент Светлана Шумкова выясняла, можно ли составить интересный исторический маршрут по Нижнекамскому району. Дело в том, что в городе объявили конкурс. Кто составит лучшую туристическую карту, получит большой денежный приз. Если бы я была гидом, то в первую очередь показала бы туристам поселок Красный Ключ. Это удивительное место, где пересекаются сразу три столетия. И первое, что попадается на глаза, это церковь Иоанна Кронштадтского. Строили ее почти три года. Осветили в мае 1995-го. Это одна из первых церквей Казанской епархии, построенной в постсоветский период в честь Иоанна Кронштадтского, который часто посещал Святой Ключ, приезжал в поселок по приглашению купцов-меценатов Стахеевых. Церковь встречает всех гостей города, прибывающих речным транспортом. Если спуститься метров на сто вниз, то вы попадаете в сквер, где установлен памятник Владимиру Ленину. А это уже советская эпоха. Вождь пролетариата стоит в полный рост на высоком постаменте. Его правая рука традиционно вытянута вперед. За памятником расположена еще одна историческая ценность – каменный дом купца Стахеева. Но правильнее сказать дом Чикиных. Здесь жила дочь Ивана Стахеева, Александра Ивановна, со своим мужем-офицером Василием Чикиным. У них было две дочери. Как-то раз Александра увидела садовника, бегущего с топором за ее мужем. Он кричал «убью!». Якобы тот застал свою жену в постели с барином. После этого известия Александра Ивановна заболела, а позже была отправлена в Елабужскую психиатрическую клинику, где и скончалась. Ее дочери росли с гувернанткой, а в 1914 году переехали в Елабугу. Сам Чикин сюда заезжал редко. По одной из легенд, в 1918 году муж Александра Ивановны, Василий Чикин, приезжал в этот дом вместе с белочехами и лично расстрелял шестерых человек, включая агронома, который на тот момент проживал в доме Стахеевых. Все случилось на глазах у семьи во время обеда. Эта пещера – еще одна достопримечательность города. Карстового происхождения образовывалось тысячелетиями. Еще зимой сюда можно было залезть. По преданиям, здесь обитал булгарский имам Духит Асмагайджан. Лечил людей травами. В середине 17 века осветил родник. По легенде, он нашел в воде икону Николая Чудотворца, после чего родник признали святым. Прожил 102 года здесь же и был похоронен. Теперь же вход в пещеру закрыт для безопасности. Облагородит ли ее для туристов, пока не ясно. А чуть далее технического пляжа есть еще одно уникальное место. Примерно в 1918 году здесь велись речные бои. Это было сражение двух речных флотилий. Волжской военной флотилии красных и белой камской военной флотилии. Белые корабли шли от Елабуги. Они шли по течению с большой скоростью, поэтому красные не успели развернуться в боевой порядок. И в результате вот этого столкновения, боестолкновения, многие красные корабли получили повреждения. И одним из таких кораблей был корабль под названием «Рошаль». Речники стали спасаться бегством, но многих убили. Позже им установили памятник. Сейчас его ищут специалисты. Там написано, что памятник погибшим речникам, то ли погибшим от рук оккупантов, то ли погибшим от рук врагов советской власти. В общем, что-то такое пока мы точно не знаем. Это один из вариантов туристического маршрута. Вы можете придумать и составить свой. Номинаций много. Это маршрут исторического наследия, сельский, промышленный, гастрономический и этно-туризм. Плюс номинация «Лучшая видеоэкскурсия» и «Лучший проект в области событийного туризма». За первое место участник получит 300 тысяч, за второе – 200, а за третье – 100 тысяч рублей. Работы можно предоставлять до 1 ноября включительно. Свои проекты вы можете направить почтой город Нижнекамск, школьный бульвар 2А, здание МФЦ, Центр по поддержке и развитию предпринимательства. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Наша телекомпания «Ирусфонд» продолжает благотворительный проект в помощи детям со всего Татарстана. Сегодня история Мусы Рахимова из Казани. Трехмесячному малышу нужно дорогостоящее лечебное внутривенное питание. Помочь можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения всего 75 рублей. На приеме у врача Муса уже не плачет, как и подобает настоящему мужчине. Все медицинские процедуры переносят стойко. Ему всего три месяца. Родился малыш с редким диагнозом – синдромом короткой кишки. Мне сказали, что на 26-й неделе выширение кишечника. Вес нормальный, как бы 2640-47 сантиметров. На следующий день его сразу же приоперировали. Первый день своего рождения он провел в операционной. И так за пару месяцев уже несколько раз. Организм мальчика почти не усваивает обычную пищу, только молоко. Все остальные питательные вещества получают внутривенно. Очень важно имеет этап именно выхаживания. Поэтому мы делаем упор на сбор средств, на лекарства, чтобы обеспечить этих детей. И если все пойдет, как мы планируем, то в восьмимесячном возрасте, до которого нам надо еще полгода дожить и вырастить ребенка, будет произведена попытка так называемой степ-операции, то есть удлинение оставшегося кишечника. Питание поможет малышу окрепнуть, подрасти и набрать вес. Купить его самостоятельно молодой семье не под силу. Стоит оно 620 тысяч. Дорогое питание, капаться надо, витамины все капаться надо, потому что короткая кишка, а там в основном в толстой кишке же все витамины, все вот это вот обрабатывается. Помочь можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Если вы хотите внести больше вклад, подробности на сайте нашей телекомпании или Росфонда. В городе стартовала прививочная кампания. Кто стал первым, кого огородили от гриппа, сколько нижнекамцев будут привиты и какая вакцина будет стоять на защите нашего здоровья, узнаете из следующего сюжета. Обычно в этом кабинете, когда делают прививки и уколы, стоит плач и крик. Ведь процедурные находятся в детской поликлинике. Но сегодня от гриппа прививаются врачи. Всего же за два дня бригада медиков вакцинировала почти тысячу своих коллег. В первую очередь мы стараемся охватить медицинский персонал. Сотрудников общепита, торговли, транспорта. Они идут в первую очередь. Сейчас в шприцах врачей находится вакцина «Сови Грипп». Почти 4000 ампул предназначены для детей от 6 месяцев до 6 лет и беременных женщин. В первую очередь прививать начнут детей, посещающих детские сады. Еще 20 тысяч доз для взрослого населения. Вакцина «Сови Грипп» очень хорошая, высокоэффективная, качественная вакцина. Вакцинацию делаем заранее, до прихода гриппа ожидаемого, чтобы выработался иммунитет. А в сентябре врачи ожидают поступления вакцины «Ультрикс» в количестве более 10 тысяч доз. Она предназначена для детей от 6 до 18 лет. И несмотря на то, что вакцинация носит добровольный характер, прививаться медики рекомендуют всем. Для себя я считаю, что нужно. В общем-то, мне, когда я делаю прививку, помогает. Я меньше болею в осенний-зимний период. Наверное, нужно, чтобы не болеть. Согласно плану, в этом году запланирована вакцинация около 110 тысяч человек. Процедура эта бесплатная. Если вы хотите привиться от вируса, то вам нужно обратиться к своему терапевту, который даст направление в процедурный кабинет. Ручки, тетради, карандаши – это главный подарок к новому учебному году. Но не каждый родитель может себе позволить собрать ребенка в школу. Конечно, это не значит, что школьники должны идти на торжественную линейку, что называется, с пустым рюкзаком. В Нижнекамске постепенно завершается акция «Помоги собраться в школу», которая как раз-таки решает эту проблему. Подробности далее. Хороших оценок, чтобы вы стремились только к лучшему и через один петербург. Добрые слова и красивые подарки у маленьких Анжелики и Ангелина, естественно, вызывают улыбки. Скорее, не красоту, а важность тех самых подарков понимает их мама. В семье три школьника и подготовить каждого к первому сентября не так-то просто. Им помогли молодожены, которые приняли участие в акции «Помоги собраться в школу». Мы с радостью отвлеклись и сразу от всех молодоженов решили поздравить детей. Общая фотосессия после дружеской застолья. Все это, конечно, интересно, но не так, как рассматривать полученные подарки. Наверняка ответили бы дети. Тетрадки, ручки, дневник и пенал. Теперь они полностью готовы к школе. Выражаю благодарность сотрудникам ЗАГСа за оказанную помощь. Это очень ощутимая помощь для нашей семьи. У нас три школьника. Концтовары очень будут нужны. Республиканская акция «Помоги собраться в школу» направлена на поддержку малообеспеченных семей в преддверии начала учебного года. Проходит она ежегодно. Если говорить о 2017-м, в Нижнекамске за партой сядут 3,5 тысячи первоклашек. И часть из них нуждается в помощи. Вот свои 10 школьных ранцев получили детишки из центра Веста. Это здорово. Видеть счастливые глаза детей, которые когда получают свои принадлежности учебные, портфели. И, конечно, в этот день мы желаем, чтобы наши детки учились, старались. Акция проходит повсеместно. Еще 70 комплектов школьных принадлежностей были вручены в Доме дружбы народов. Там собрались малоимущие семьи из ближайших микрорайонов. Депутаты помогли местным мальчишкам и девчонкам пойти в школу, в прямом смысле слова, не с пустыми руками. Был такой чудесный праздник. Нас собрали сюда всех, в Дом дружбы народов, чтобы мы послушали и нам вручили подарки. В Нижнекамске школьные комплекты уже получили почти 700 учеников. И цифра не окончательная. Акция продолжится вплоть до первых чисел сентября. Вадим Струминский, Максим Липин, Ренат Харасов. Новости НТР. Есть дома, а не на улице. Иногда не только приятно, но и интересно. Ведь все, что готовится на природе, отличается от готовки на плите. 8 сентября в городе пройдет фестиваль уличной еды. И не думайте, что там будут предложены хот-доги и шаурма. На фестивале будет представлено почти все разнообразие многонациональной кухни, нижнекамских кафе и ресторанов. Это блины, бургеры, уха, плов, шашлык, китайская лапша, рыбы на гриле, ну и не только. Что-то подобное в городе приходило в прошлом году на юбилей города. Но в этот раз меню, предложенное нижнекамцам, будет намного шире. Праздник Street Food Festival пройдет 8 сентября в день города с 11 до 8 часов вечера. В дальнейшем этот фестиваль планируется сделать традиционным. Лето закончилось, впереди учеба. В детском лагере «Чайка», над которым шефствует пау «Татнефть», завершилась четвертая смена. Там же закрыли летний сезон. Для того, чтобы отдых ребят был ярким и насыщенным, компания «Татнефть» ежегодно прикладывает максимум усилий. И поэтому лагерь «Чайка» по праву считается одним из лучших лагерей по Волжске. В этом году там отдохнуло свыше полутора тысяч детей. Последние часы в лагере попали в объектив нашей съемочной группы. Стройными рядами уверенно, чеканя шаг, воспитанники лагеря «Чайка» идут на построение. Каждый отряд напоминает отдельный взвод. Вот строевую выправку демонстрируют старшие ребята, за ними поспевают младшие. После докладов командиров еще один торжественный момент. Звучит гимн Российской Федерации. Его поет весь лагерь. Военно-патриотическая тематика не случайна. Она была главной для отдыхающих четвертой смены. Уже сегодня, когда в «Чайку» приехали директора и представители 13 лагерей компании «Татнефть», ребята показывают, чему научились. И стоит отметить, гости были приятно удивлены. У меня такое волнение взяло смотреть, во-первых, очень большое скопление и большое присутствие детей, счастливых детей. Ровно три недели ребята набирали сил в преддверии нового учебного года. Сидеть на месте времени не было, говорят отдыхающие. Утренняя зарядка, военно-спортивные эстафеты, культурно-массовые мероприятия, конкурсы. В последний день смены компания «Татнефть» наградила лучших подарками. А вот еще один подарок от старшего отряда – вальс. Ах, эти тучи в голубом напоминают море. Он стал мне настолько родным, что я хочу возвращаться сюда снова и снова. Все очень нравится, дискотека, вожатые, все очень хорошо, кормят вкусно. Ну, один раз на тихом часу, когда все спали, мы с мальчиком пошли и раскрасили. Вот это на меня очень запомнилось. Для того, чтобы отдых детей был ярким и насыщенным, компания «Татнефть» прикладывает максимум усилий. А все насущные вопросы и проблемы регулярно обсуждаются во время круглых столов. Причем речь идет не только о создании необходимой инфраструктуры, но и о внедрении различных проектов. К примеру, таких как Лига детских лагерей группы «Татнефть». Цель была объединить все лагеря в одну лигу, у которой будут одни цели, одни ценности. Это мы команда, мы технологичны, мы эффективны, мы лидеры, мы открыты к сотрудничеству. «Танец вожатых» – один из ярчайших номеров прощального вечера. В «Чайке» закрывают летний сезон, а закрытие – это время подводить итоги. В этом году в оздоровительном лагере отдохнуло более полутора тысяч детей, работников предприятий группы компаний «Татнефть». Вообще группа компаний «Татнефть» социально ориентированная, и очень многое делается именно, уделяется вниманию летнему отдыху. Концерт, который подготовили сами ребята, был интересным, насыщенным и разнообразным. Танцы и песни подогревали интерес зрителей, которые под занавес программы дружно скандировали. «Чайка! Чайка! Чайка!» Летний сезон в лагере «Чайка» завершен. Финальная песня, эмоции уже никто не сдерживает. Эти слезы, несомненно, слезы радости. Ведь ребята отлично отдохнули, приобрели новых друзей. И главное – большое желание вернуться сюда снова. В Нижнекамске отметили день памяти Мусы Джалили и его соратников. 73 года назад поэта-героя и его десяти товарищей казнили в берлинской тюрьме за организацию антифашистской агитации. Поэтический митинг привели в библиотеке имени Габдулы Тукая, поскольку возле памятника Джалилю идет ремонт. Узнать интересные факты из биографии поэта и его творчестве и героизме мог сегодня любой желающий. В День памяти в парке Тукая организовали книжную выступку, где были представлены фотоальбомы, книги Мусы Джалили и Абдулы Алиша. Для нас он поэт, патриот, герой. Я сам посвятил ему несколько своих стихотворений. Мусы Джалил – это у нас герой Советского Союза. Мы его так помним, так запомнили. Правда, звание он получил немного позже, когда его уже в Мавицкий тетрад пришла на нашу родину. Мы его хорошо помним, любим, стараемся походить на него. Наверное, наше поколение и этим гордится, что они хотят походить на Мусы Джалиле. Далее информация рекламного характера. Затем вас ждет спортивный обзор от Кирилла Давкаева и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт. Его адрес – ntrdefis24.ru. До встречи. Аппарат магнитотерапии «Алмак-01» может помочь в лечении артрита, артроза, остеохондроза за счет умения усиливать кровообращение и обмен веществ. Лично я лечусь «Алмаком» дома. Применяю курсами против боди, скованности, чтобы обострений не допустить. А то не успеешь оглянуться, а дачный сезон тут как тут. «Алмак» разработан в научно-техническом центре компании «Еломед» совместно с ведущими учеными. И мою проверку он выдержал. «Алмак-01» одобрена тетей Тани. Акция до 27 августа. Цена на «Алмак-01» снижена. Только в магазинах «Медтехника». Спешите. Количество товара ограничено. Лечим зубы. Получаем скидки. Только в медицинском центре «Новый» и только до конца лета скидка 10% на лечение и протезирование. Новая стоматология. Шинников 57. 40. 66. 77. Качественные продукты по очень приятным ценам в новом магазине «Гастроном». Свежедеревенское, чистопольское мясо, свинина и говядина. Куриная продукция, рыба и колбаса. Фрукты и овощи. Кондитерские изделия. Приходите к нам за покупками. Ждем вас в магазине «Гастроном» в торговом центре «Шатлык» на Мира 59. Превратим компьютер-пенсионер в мечту! Танкиста! Теперь апгрейд на 4, 6, 8, 10 ядер от 2500 рублей. Технорай. Менделеево, 34А. Нижнекамск. Встречай щедрую всероссийскую ярмарку. Товары для дома и здоровья. Одежда, сувениры, трикотаж, саженцы, продукты. С 23 по 27 августа. Площадка у гипермаркета «Лента». Лесная, 14. На телеканале «Антера» обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Стабильность – признак мастерства. Хоккейный нефтехимик одержал вторую победу подряд. Дружина Назарова стала одной из двух команд, которые начали сезон КХЛ с сухой победой и продолжили успех в игре с Адмиралом. Подробности матча далее. Казалось бы, еще только старт сезона. Команды встретились уже в третий раз за последний месяц. Раневочные встречи прошли в Астане и Уфе. Они показали, коллектив из Дальнего Востока для нашей команды очень неудобен. Уже на второй минуте моряки открыли счет. Но новоиспеченных волков это ничуть не смутило. Методично проверяя оборону соперника на прочность, химики все же смогли отыскать брешь. И ближе к концу игрового отрезка реализовать большинство. Рау сравнял. Второй период начался живее. Ничьян в домашней арене не устраивало. И уже на второй минуте вновь прибывший в стане в Тихимико из-за океана Дамир Шеребзянов с передачей Кима Вышихсадарова вывел свою команду вперед. До моментов много, естественно, у нашей тройки. Мы играем Шеребзянов, Шеребзянов и Горбенко. На защите у нас хорошо получается. Много моментов. Надо как бы просто похолнокровнее относиться к ним. Потому что начало сезона из-за этого как-то торопимся. Чуть-чуть где-то еще никуда бросаем. Вперед вывел. Правда, ненадолго. Не прошло и 20 секунд, как Адмирал восстановил паритет. Борьба шла упорная. Незадолго до перерыва наши разыграли красивейшую комбинацию. Дэн Секстон в передаче нашел Робина Ганзла. Адмирал в свою очередь довел атаку до логичного конца. 3-2. Хороший шанс увеличить отрыв в счете нашим предстоялся в концовке периода. Но имея преимущество 5 на 3, забить так и не удалось. Игра была тяжелая. Первые минуты 5 мы, наверное, проспали. Чуть-чуть как-то плохо начали. Потом перебороли себя. Вошли в игру. Начали играть так, как мы должны играть. И, слава богу, то, что закончился так, как в нашу сторону. В третьем периоде коллективов показали ожесточенную борьбу за 3 очка. Много моментов было у нижнекамских волков. Приморцы, в свою очередь, старались как минимум вывести игру в эвертайм. Но тут Илья Ежов показал себя во всей красе, не позволив забросить свои ворота ни одной шайбы. Единственное меньшинство в концовке матча Нитихимика стоял и в итоге смог одержать заслуженную, хоть и непростую, победу. Это всегда тяжелая грань с Адмиралом. Матч был тяжелый, все понимают. Цена очков на старте чемпионата. Старались. Что-то получалось, что-то нет. В конце повезло. Игра была, в какой-то мере, равной. Были такие моменты, где преимущество было у хозяев. Какие-то отрезки мы владели. Но главное, что нам не удалось забить в большинстве. Хозяину это удалось. Ну и, конечно, в третьем периоде мы наделали очень много ошибок в средней зоне. После второго игрового дня нового сезона две победы позволили нефтехимику выйти на первое место восточной конференции, разделив его с Сибирью. Понятно, что расклад поменяется, так как это только старт сезона, но такое начало не может не радовать. Победу праздновали не только трибуны, но и город. В этот вечер телевышку осветили яркие огни победы. Нижнекамск показал, что хоккей для него больше, чем просто игра. Будем надеяться, что поводов для такой иллюминации в этом сезоне будет как можно больше. Сайт нашего хоккейного клуба официально подтвердил подписание контракта с новым «Волком» в нашей хоккейной стае. Им стал Николай Жердев. Хоккеист будет выступать в нашей команде под номером 13. В 2003 году Николай был выбран на «Драфтинг Хэл» под общим четвертым номером. Всего на счету игрока 421 матч в главной заокеанской лиге. В ХХЛ в активе форварда 338, игре 207 очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провел 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 очков по системе «Гол плюс пас». За свою карьеру в ХХЛ с 2009 года Жердев играл в таких клубах, как «Атлант», «Акбар», «Спартак», «Северсталь», «Динамо», «Москва», «Сочи» и «Торпедо». Теперь новости футбольного нефтехимика. Резван Умаров пополнил состав Нижнекамской команды. Ранее перспективно нападающий выступал за эстонский «Нарва Транс». С начала 2013 года выступал за молодежный состав Махачкалинского «Анжи». В феврале того же года принимал участие в тренировочных сборах молодежной команды в Турции. В июне 2014 года подписал контракт с клубом «Динамо» Санкт-Петербург. В августе 2011 года прибыл на просмотр футбольный клуб «Валенсия» по приглашению испанского клуба, где тренировался вместе с дублем. В 2011-2013 годах выступал за испанские клубы «Кастельон» и «Эльче» и «Лиситана». В 2015 году выступал в первенстве ФНЛ от 2015-2016 года за «СКА Энергию». В феврале 2016-го подписал контракт с эстонским клубом «Нарва Транс». Сила и выносливость Нижнекамск готовится к соревнованиям, которых в Татарстане еще не было. Впервые в городе пройдут командные состязания по бегу с препятствиями «Оранж Рейс». Мероприятие обещает быть грандиозным не только по своему охвату географии участников, но и по формату проведения. Трасса длиной 5 километров, более десятка препятствий, перетаскивание поднятия тяжести. Все это надо сделать вместе, вместе с другими членами команды. Именно в командном зачете будет проводиться этот забег. Прообразом стали сразу несколько спортивных состязаний на выносливость. Но именно в Нижнекамске опытные организаторы объединили самое лучшее из всех них. Это трасса, пересеченная местность. Далее на интервалах этой трассы будут определенного рода препятствия. Препятствия будут формата либо упражнений, кроссфит, либо это преодоление каких-либо барьеров. Например, можно привести, это небольшая речка, по ней пробежаться, либо проползть сквозь колючую проволоку. Испытание не для слабых, тем не менее организатор уверяет, что принять участие может любой желающий. Трасса будет располагаться на территории лагеря «Чайка». На каждом из этапов волонтеры будут отслеживать правильность выполнения упражнений всей команды. Именно коллективное прохождение этапов и будет влиять на итоговый результат. По ходу планируем, что усложнять. То есть мы, во-первых, хотим посмотреть с точки зрения, насколько вообще это интересно жителям Нижнекамска. Ну и уже исходя из опыта этого первого соревнования, уже усложнять и трассу. В свою очередь хотим напомнить, что забег с препятствиями пройдет 10 сентября. Регистрация на сайте клуба и в самом «Оронж-фитнесе» пройдет до 7 сентября. На данный момент заявилась команда из Казани, Альметьевска и других городов. Мы в нашем случае, значит, вступительный взнос обозначили 350 рублей. 350 рублей – это пакет участника. Это каждому участнику будет дана наградная атрибутика, то есть там медаль. Это будет манишка, номерной знак. То есть, ну, это вот то, что необходимо, тот минимальный пакет, который чтобы мы просто оснастили. Условия участия в мероприятии очень доступны. Не упустите шанс проверить свои силы на прощести, бросить себе вызов. Ссылку на официальный сайт для регистрации в забеге вы увидите на своих экранах. Более подробную информацию можете узнать в самом «Оронж-фитнесе» по адресу Ушельников, 37. Ну, а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР. Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70, а также посредством сайта ntr-defiz24.ru. До встречи в эфире. Спортивных вам выходных. Вы мерзнете, кашляете. Да. Уникальные сряные пещеры предлагают снять усталость, стресс, укрепить иммунитет, морской микроклимат, кислородные коктейли и скидка 20%. Море далеко, а мы рядом. У нас лето настоящее. Погода в Нижнекамске на 26 августа. Днем около 22 градусов тепла. Малооблачно. Ветер западный до 6 метров в секунду. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет падать. Нас ожидает похолодание. Не получилось съездить на море? Провели лето на даче или в деревне? Жаль. А ведь на носу учебный год и хочется всей семьей напитаться полезными микроэлементами на год вперед. Значит, наша информация для вас. Отличная возможность зарядиться здоровьем. Пройти курс оздоровительных процедур в соляных пещерах. Наши адреса. Строителей 24 и вызовы 6. Экономьте ваши деньги и дышите морским воздухом в Нижнекамске. Вы мерзнете, кашляете. Да. Уникальные соляные пещеры предлагают снять усталость, стресс, укрепить иммунитет. Морской микроклимат, кислородные коктейли и скидка 20%. Море далеко, а мы рядом. У нас лето настоящее. Обращайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok